Депортация и фильтрационные лагеря. Такие реалии войны, развязанные Кремлем в Украине. Российские войска массово заставляют граждан Украины выезжать на территорию страны-агрессора. Вывозят и детей. Среди депортированных около двух тысяч сирот. Российская Федерация создает все условия для того, чтобы украинские граждане либо в принудительном порядке, либо просто потому, что у них нет выбора, они должны попасть на территорию или в итоге попадают на территорию Российской Федерации. В начале конфликта мы также фиксировали случаи депортации на территории Республики Беларусь. Последние данные, которые они озвучивали, это миллион восемьсот тысяч. Из них часть была перемещена еще до 24 февраля, очевидно. Примерно с 18 февраля они начали массовое перемещение. Тех, кто прошел жесткую фильтрацию, распределяют по разным, зачастую отдаленным областям России. Некоторым посчастливилось жить у своих родственников. Остальных помещают в пункты временного проживания. Но даже там украинцев не оставляют в покое спецслужбы, поделилась с журналистами Нью-Йорк Тайм, жительница Мариуполя, которой удалось выехать из России. В случае, когда я пошла в кино, когда я посмотрела фильм, сразу в зал зашло три милиционера. И меня вывели, и начали меня допрашивать. Они допрашивали всех, кто проживал в отеле. Однако покинуть территорию России удается далеко не всем депортированным гражданам Украины. Выехать не разрешают тем, у кого с собой нет полного пакета документов на себя или ребенка. Для остальных также умышленно создают другие препятствия. На документах ставится печать о запрете оставлять территорию Российской Федерации на какой-то срок, на год, на три года. И это на самом деле есть проблемы. Фактически это нарушение права на свободное передвижение. Правозащитники советуют украинцам, которые попали на территорию России, обращаться на горячую точку Министерства иностранных дел Украины. Также помощь можно получить в посольствах других государств и международных организациях. А украинское правительство создало координационный штаб по защите прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины. Его руководителем назначили вице-премьера Ирину Верещук. Влада Цуркан. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканал UA.